На седьмом канале программа «Живые мысли». Я Сергей Кимс. Добрый вечер. Сегодня вместе с политологом Сергеем Комарицыным мы будем обсуждать главное событие уходящей недели – «Смена в красноярском крае высшего должностного лица». Первого лица, как мне подсказал Сергей Игоревич прямо перед эфиром. Сергей Игоревич, для вас реакция красноярцев, все-таки все это произошло в понедельник, мы уже говорим об этом фактически всю рабочую неделю. В реакции красноярцев, может быть, средств массовой информации, просто красноярцев, было что-то неожиданное? Нет, ничего неожиданного не было, но реакцию красноярцев, я думаю, очень трудно проследить, потому что в разных группах это все воспринимается по-разному. Одно дело чиновники, другое дело экспертное сообщество, и другое дело – это обычные жители, которые думают о политике одну минуту в неделю. И вообще многие из них даже не представляют, что это произошло, вся эта смена, несмотря на то, что это главное информационное событие. Но у нас есть некоторые люди, которые до сих пор считают, что у нас Хлопонин губернатор, или еще кто-то, путают мэр, есть, наверное, и такие. А, Сергей Игоревич, а это плохо или хорошо? А политичность? Да, вот то, что первое. Ведь это же вот как считается, что чем меньше люди участвуют в политике, тем ровнее жизнь, тем спокойнее. Люди начинают интересоваться политикой, когда начинают плохо жить. Ну, это не совсем так. Конечно, в очень благополучных странах, типа Швейцарии или Дании, там могут люди не знать, кто у них там руководитель, премьер или какой-то министр. Поскольку у них там все размеренно, все благополучно. У них там по индексу, если в ООН замеряет индекс счастья, они вот на первом месте. Так в России он сейчас на самом высоком уровне. Не, ну, по этому рейтингу ООН мы вообще туда не входим, ни в какие-то. Вот, значит, ну, вообще, если развито гражданское общество, если развиты какие-то общественные институты, то все-таки вовлечены люди в какую-то политику, в политические процессы. Они участвуют не только на выборах, но и там обсуждают какие-то главные проблемы, которые есть у страны, у общества в целом. Поэтому здесь у нас, конечно, это объективное наследие, и мы отличаемся в этом смысле довольно серьезно от соседних регионов. Даже вот в рамках России, да? То есть вы-то считаете, что на самом деле смена губернатора – это на самом деле серьезное изменение в экономической, там, в социальной политике региона? Мы не знаем, мы не знаем, к чему, так сказать. Сама эта должность определяет много в этом смысле. Значит, безусловно, конечно, это некий такой поворот должен быть исторический, но произойдет ли он, мы пока не знаем. Об этом мы поговорим. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, телефон 2-58-11-26 для любых ваших вопросов. Но только все-таки мы говорим строго о том, что в Красноярском крае с этого понедельника нет губернатора Льва Кузнецова. Он ушел на министерство регионального, или как правильно сказать, министерство развития по Северному Кавказу. И есть исполняющий обязанности красноярского губернатора Виктор Александрович Толоконский. Это вопросы можно задавать, безусловно, моему гостю. Может быть, что-то я прокомментирую. Я сегодня, кстати, был на пресс-конференции о первой встрече Виктора Александровича вот в этой должности с красноярскими журналистами. Но сначала мы давайте посмотрим, кому же вопросы мы будем задавать. Я представляю нашего гостя. Визитка Сергея Комарицына. Комарицын Сергей Гурьевич родился в бурятском селе Уаян, окончил исторический факультет Иркутского госуниверситета и факультет политологии Российской академии госслужбы, кандидат исторических наук. Преподавал в Красноярском госуниверситете, был редактором отдела истории московского журнала «Родина», позже главным редактором газеты «Вечерний Красноярск». Несколько лет руководил пресс-службой администрации края. С 2005 года возглавляет Центр гуманитарных исследований и консультирования в текущий момент. Сергей Гурьевич женат, отец двух дочерей. Взрослых замечательных дочерей, да, мы с Сергеем Гурьевичем знакомы очень давно, поэтому смело задавайте нам вопросы. И первый телефонный звонок, и я думаю, что первый вопрос мы получим прямо сейчас. Добрый вечер. Мы слушаем вас, как вам обращаться. Светлана Анатольевна, Светлана Анатольевна. Алло. Я слышу вас. У нас есть техническая проблема, мы вас в студии не слышим. Проверьте, пожалуйста, связь. Да, мы не слышим. Здравствуйте, я вас слышу. Да, добрый вечер, извините, пожалуйста, до этого момента мы вас не слышали. Как вас зовут? Светлана Анатольевна. Светлана Анатольевна, ваш вопрос. Вы знаете, я представляю, как губернатор, нашим папой, да? Да. Мне очень, мне довольно-таки много лет, и я просто представляю, что губернатор должен заботиться о нашем городе, должен делать какие-то дела, но как-то ужасно в нашем городе, и одни дороги, и дома. Скажите, когда в нашем городе появятся скверы, когда в нашем городе появятся какие-то зеленые места, когда и где можно будет отдыхать? Светлана Анатольевна, мы можем сейчас говорить, наверное, только о том, что может сделать исполняющий обязанности Виктор Александрович Толоконский на базе того опыта, который у него есть. Вот теперь самое время рассказать, собственно говоря, о нем. Вот, Сергей Горьевич, Толоконский у нас был мэром достаточно долго, Новосибирска, и два созыва, или, по крайней мере, пошел через двое выборов. Он мэром был, да, было избрано, а потом там назначался. Как вы считаете, вот, как решались вопросы, те, которые вот Светлана Анатольевна говорила, о зеленении, культуре? В общем-то, характеристика того, о чем мы говорили, при всем уважении к Светлане Анатольевне, это вопрос вообще не к губернатору, это вопрос вообще-то к органам местного самоуправления. У нас есть Красноярский мэр, у нас есть городской совет, и вот эти вопросы о зеленении, парки, скверы, там, и все дороги, это вообще не их компетенция. А не губернатора, поскольку, вот, в том-то и дело, что у нас люди немного, как бы, путаются, где компетенция, там, городской власти, где краевой власти, вот, но, естественно, что при нормальном краевом руководстве, конечно, значит, должно быть и это проявляться и на муниципальном уровне, и на городском. А в Красноярском крае население города, краевой столицы, это треть населения, а в Новосибирске больше 50, да. Там 2 миллиона, там, чуть поменьше, 2 800, чуть поменьше трех, и полтора миллиона в городе. Вот ваши ощущения, как эти вопросы в Новосибирске решают? У нас две разные истории, да, значит, создавались города по-разному, и развивались они по-разному. У нас строились, там, всякие алюминиевые заводы и прочие, там, ГЭСы. Вот, у них создавалась наука, Сибирское отделение Академии наук, наукоемкие производства, там, и так далее. Мы, конечно, привыкли жить за счет вот этих вот, там, цветных металлов, за счет алюминия, если говорить про город, если говорить про край в целом, то за счет никеля, там, сейчас нефть можно добавить, там, уголь, ну, и так далее. И в этом смысле, вот, благоустройство, культура и все, поскольку они все-таки связаны, ну, с какой-то такой землей, да, с перерабатывающими, довольно грязными технологиями, они, в общем, в Красноярске не устоялись, правильно я понимаю? Вашу логику? Нет, я говорил о том, что у нас разные, разные истории, да, и вообще мы по-разному развивались, поэтому я не знаю, сможет ли вот этот опыт Новосибирский, а он, в общем, у Толоконского положительный, сможет ли его, ну, перенести на Красноярский, когда он был руководителем города Новосибирска, когда был руководителем Новосибирской области, все-таки они, у них там экономика строится совершенно по-другому, значит, но у них вот как раз, в связи с тем, что у них нет, там, ни цветных металлов, ничего, они все-таки делали, там, упор на развитие, там, малого-среднего бизнеса, да, в отличие от нас, у нас и в городе, и в крае, у нас все время только этот малый и средний бизнес подавляют, да, по большому счету, вот. Потому что есть другие источники, потому что есть металлургия, сейчас уже нефть и все. Значит, я думаю, что Светлане Анатольевне, может быть, частично поможет, ну, наше представление, такая справка об исполняющем обязанности губернатора, напомню вам, что хронологически он только вчера приехал в Красноярск, только вчера у него там состоялись первые, там, ну, точнее, в ночь позавчера, но вчера у него был первый рабочий день, и сегодня он первый раз встретился с соседствами массовой информации, и таким образом вы его можете представить уже теперь как красноярского, исполняющего обязанности красноярского губернатора. Ну, а сейчас справка о нем. Толоконский Виктор Александрович родился в Новосибирске 27 мая 1953 года. Окончил общеэкономический факультет Новосибирского института народного хозяйства и аспирантуру в госуниверситете. Больше десяти лет работал на руководящих должностях в Новосибирском областном и городском исполкомах. В 93-м году был избран мэром Новосибирска и руководил городом в течение шести лет. В 2000 году становится губернатором Новосибирской области и остается в кресле главы региона 10 лет. До тех пор, пока президент России не назначает Виктора Толоконского своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Кстати, за четыре года на этой должности Виктор Александрович приезжал в Красноярск 18 раз. И, наконец, 12 мая этого года Толоконский назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. Виктор Александрович лауреат национальной премии «Лучшие губернаторы России». Также имеет многочисленные награды, среди которых, в частности, орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени и золотой почетный знак «Общественное признание». Виктор Толоконский женат, имеет два из детей и четверых внуков, играет в баскетбол и большой теннис. Ну, вообще, во всех смыслах положительная и очень интересная, так сказать, биография. Прошел все стадии, начиная от преподавания в институте, там, аспирантуры. Да, политэкономию. Политэкономию, причем, преподавал, да. Идеологическая наука была. Был избран губернатором дважды. И перед этим еще избирался мэром. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Светлана Николаевна. И у меня вот такой вопрос. Вот после избрания Толоконского губернатором, не будет ли он, скажем так, выражать интересы новосибирского бизнеса? Причем очень активно. И второй вопрос. Его отношение к заводу фиросплавов. Ну вот, если позволите, значит, пока Сергей Гурич говорит, готовит вопрос, первый, вот как можно в Красноярске, значит, интересы новосибирского бизнеса? По фиросплавному заводу и сегодня Виктор Александрович сказал, что он будет на стороне мнения людей. Поскольку в Красноярске это мнение уже сформировано, то он не будет поддерживать его. Хотя, конечно, он всегда говорит с оговорками, что экономическое развитие, это, в общем, прерога... Это один из приоритетов, в том числе и его политики. Поэтому он здесь не популист, а вот, так сказать, реалист, я бы так сказал. По понятным причинам он несколько скорректировал свою позицию. Она у него была более размытая, когда он там про инвесторов говорил, там, на... Нет, он все-таки оговаривается. Да, я имею в виду до того, когда он был еще полпредом, да, по поводу фиросплава. А по поводу новосибирского бизнеса, вот счастье, я думаю, в Новосибирской области заключается в том, что у них нет этих всех крупных, в таком виде, как они у нас присутствуют, крупные корпорации, да, Роснефть, там, Норникель, Русал, там, и так далее. То есть, эти все олигархические структуры в Новосибирске их просто нет. Я не думаю, что интересы какого-то, там, среднего бизнеса, но для этого они не проглотят красноярский край никак. Если будут интересы, грубо говоря, новосибирского бизнеса, значит, у нас будет больше услуг, товаров, и они будут дешевле. И дай бог, потому что там, в основном, вот с этой стороны развит бизнес. Если, конечно, не брать приборостроение, между прочим, авиационное строение, если не брать науку и все. Но я не думаю, что у этих бизнесменов есть какие-то такие особенные, захватнические, если хотите, агрессорские такие качества. Нет, ну, конкуренция регионов существует. И наша конкуренция с Новосибирском тоже существует. В том числе по поводу авиационного хаба, где там будет этот центр, либо в Новосибирске, либо в Красноярске. Но я не думаю, что это как-то серьезно скажется на позиции Толоконска. У него есть вот один плюс, то, что он не связан здесь, в Красноярске, имею в виду в Красноярском крае, что он не связан своей биографией никаким образом с этими акулами, вот вроде там, русала, руснефти и норникеля. И вряд ли будет представлять их интересы, как это мы видели последние вот 12 лет у нас в руководстве. То одни, то другие, да. Многие, да, лоббировали. Да, и внимание, да, и все. А у нас есть еще телефонный звонок. Во-первых, прежде всего, спасибо вам большое за активность. Как к вам обращаться? Алло. Да, мы слушаем вас. Я, ну, Руша Галина Алексеевна. Галина Алексеевна, да. Я хочу такой вопрос задать. А у нас что, молодых нет? Опять этот был молодой. Сейчас все старше, старше. И скоро будут опять 70-летние. Галина Алексеевна, можно во второй части программы, когда мы будем говорить о выборах, мы вернемся к вашему вопросу, есть ли у нас молодые. Можно мы все-таки вот из логики, которая у меня есть этой передачи, мы сейчас предоставим слово таким экспертам и, так сказать, лидерам каким-то общественного мнения по поводу назначения Толоконского. А если у нас молодые и о выборах, мы поговорим после рекламы во второй части. А сейчас мнение экспертов. Мы о вашем мнении не забудем. Толоконский выглядит, ну, на сегодняшний день, во всяком случае, фигурой, достаточно равноудаленной от всех ФПГ. И его, наверное, единственное, чем, как можно охарактеризовать, это человек, безусловно, Кремля, это человек Путина. И в этом отношении это, наверное, может быть, один из главных плюсов преемника Кузнецова. Хотя для самого Толоконского, опять же, переход в Красноярский край выглядит формально понижением. Потому что, ну, все-таки он был полпредом над всеми сибирскими регионами. Тут его отправляют пусть и на один из плечевых, но все-таки один регион. Толоконский пришел с губернаторства, в котором не было ни нефти, ни угля, ни цветных металлов. Новосибирская область вырастала на технологиях, на переработке и вырастала на очень серьезном влиянии Академии наук. Я думаю, что для нас это во всех отношениях полезно. И укрепление связи с Академией наук, сибирским делением, с нашим научным центром. А именно они в значительной степени в давние времена формировали программу самоконнического развития края. И поэтому приход губернатора, который знает, как эта работа организуется, и сам принимал участие в несерьезном, у нас полезен. Ну и сам факт, что он был сориентирован на перерабатывающее производство, возможно, добавит второе дыхание нашей экономике краевой. Для нас приход Толоконского – это диверсификация экономики Красноярского края. И для него проявить себя в этом регионе – это тоже очень важно. Мы, депутаты, постоянно требовали от губернатора, от правительства представить программу социально-экономического развития. Даже проект концепции обсуждали и был опубликован, но до программы не дошло. Будем надеяться, что у нового губернатора это получится лучше, поскольку он был и инициатором, и одним из главных авторов программы развития Сибири. Поскольку знает коридоры власти Московской, может быть, и Красноярский край обзаведется своей программой долгосрочного развития. Хотя это очень непростое дело, но, тем не менее, знать, куда двигаться, в общем-то, надо. Вот программу долгосрочного развития, что, в общем-то, ставится в вину уходящим и ушедшему теперь, и Кузнецова, по большому счету, и Хлопонин ее не завершил. Вы считаете, возможно это? Будет ли это предметом, скажем, на выборах, которые будут 14 сентября? Ну, вообще, вот Кузнецов был 4 года, да? Больше 4 лет. А вот Долгих был первым секретарем Красноярского крайкома 2 с небольшим года. И именно в эти годы были приняты все принципиальные, стратегические решения, в том числе московские решения. Была единственная программа региональная, ну, кроме Москвы, там это отдельно была, это, понятно, столица. Но никакие другие регионы не попадают. Только была Красноярская программа комплексного развития производительных сил. Ваше мнение, что это не во времени, а в желании, в политической воле? Да, вот. Ну, Владимир Иванович Долгих все-таки, как бы, был фигурой исторической, да? Вот, несмотря на вот эти, такой небольшой срок, там, два с небольшим года, но мы его все время вспоминаем, да? Говорим, вот он жил там основу. И, собственно, именно на тех решениях мы все эти последние годы-то и жили. И сейчас еще продолжаем прожирать, значит, то наследие. В общем, в советское время, когда все было еще более ранжировано, все более определено, и вообще, так сказать, там, шаг в сторону, так, от линии ЦК КПСС был гораздо сложнее, чем, на самом деле, там, условно, в рыночной экономике. Конечно. Значит, вот. Ну, а последние-то годы, Красноярские, это, безусловно, конечно, полная стагнация и застой, и вообще, всякое отсутствие видения какого-то стратегического развития. И в том числе, вот то, о чем и Валерий Васильевич Сергеенко сейчас только что говорил, вот эта вот концепция, она, проект ее, который там висит, она, на мой взгляд, негодная. Но, тем не менее, даже ее так и не довели до ума, там, три года ее обсуждали. Вот. То есть, Край не знал, куда вообще идти, что делать-то. Сергей Игоревич, сейчас мы прервемся на рекламу, а оставшиеся там буквально останется у нас семь минут, мы посвятим как раз тем, что вот возможно ли появление такой программы перед выборами, и будут ли в этот раз выбирать на самом деле опять программы какие-то, или будут опять выбирать личности. Реклама на седьмом канале. Реклама на седьмом канале. Хотя там раздаются какие-то, вот есть якобы изощренные сценарии, что вот он придет, там расчистит какое-то поле, ничего он никогда не будет расчищать, а потом какой-то настоящий правильный кандидат появится. Это, конечно, ерунда. Не буду с вами спорить, потому что так же считаю. Там остается два вопроса. Значит, вот кто еще будет из красноярских, ну кто будет еще ему конкурентом, прошу прощения, да, мы сейчас с вами договоримся, о чем будем говорить. И второе, вот будет ли та самая программа развития, и будет ли у него, так сказать, представление о том, как развиваться красноярскому краю. По плану долгих, красноярских пятилеток и так далее. Надо развести саму избирательную кампанию, да, во всех избирательных кампаниях в нашей стране, в отличие от европейских, никто, никакие предвыборные программы не считает, кроме конкурентов, да, для того, чтобы покритиковать. А широкая публика, избиратели в этом процессе никогда не участвуют, это вот такова данность, значит, наша политическая. Это первое. Но ему обязательно надо будет, конечно, обсуждать эти программные вопросы с разными серьезными, там, группами, да. Это и с экспертным сообществом, с бизнес-сообществом, там, с наукой, ну, и с разными, ну, и с управленцами в том числе, да. Значит, потому что ошибка вот предыдущего губернатора, она как раз заключалась в том, что он этого никогда не делал. Никогда. Просто диалога не было, да. Выхода его к людям не было. Ну, значит, это, ну, то есть ему надо, и, скорее всего, он должен этим заняться, он уже об этом объявил, когда прилетел, да. Ну, вообще, по ощущению, вот, по сегодняшней пресс-конференции, он готов к этой работе и понимает ее важность. Да, а по первому вопросу, кто там будет, значит, выдвигаться, я думаю, больше никто не будет выдвигаться от власти. То есть от власти. Вот у Галины Алексеевны был вопрос, который мы обещали ей ответить. Есть ли молодые? Я-то, конечно, считаю, что дорогу надо давать молодым у нас, и вот мы вспоминали долги, да. И Федирко после него все-таки, они приходили в довольно молодом возрасте, да. А сколько им было лет? По 50? Ну, с 24-го года долгих, тому 90 лет, да. А, значит, в 69-м он пришел, это что это, 40 в чем-то. Даже 40. Ну, в общем, в принципе, был Хлопонин молодой, на самом деле. Да, Федирко, Хлопонин, Зубов 39 лет стал, был избран губернатором. Вот, ну, конечно, значит, желательно. Но все-таки здесь есть и свои плюсы, опыт. Да. Сын ошибок. В общем, по большому счету, Галина Алексеевна, вы не забывайте, что это вы будете определять, какие губернаторы нам нужны, молодые или нет, потому что вы будете принимать участие 14 сентября в выборах. Я про конкурентов-то закончу, да? Да, пожалуйста. То есть, на мой взгляд, их, конечно, не появится. В этом смысле выборы у нас не будут конкурентными, потому что ресурсных каких-то альтернативных кандидатур, я не вижу, что они появятся, поэтому выборы будут не конкурентны. Но, тем не менее, это все-таки лучше, чем вообще отсутствие всяких выборов. Это хоть немного всколыхнет то застойное болото, куда нас завело прошлое руководство. И, наверное, это будет все-таки поинтереснее. Сергей Григорьевич, мне кажется, что самый главный вопрос будет о том, что красноярцы опять будут говорить, что он пришлый. Насколько вам кажется, что можно этот тезис преодолеть? Это сопротивление определенное? Ну, как показывает опыт, довольно легко. Потому что у нас, мы многие ощущаем этот дискомфорт, да, я лично тоже ощущаю. Мне они, в общем-то, надоели все приезжие, да. Вот, но, тем не менее, я вот говорил, что за 200 лет истории Енисейской губернии, потом Красноярского края, у нас, в общем-то, красноярских руководителей, красноярского происхождения, первый был, кстати, Долгих, который родился в Ланском районе, да, потом был Шенин и Геннадий Петрович Казмин. Все, больше никого не было за 200 лет. То же самое в городе Красноярске. Что вы ждете от нового губернатора, спрашивали мы на нашем сайте, на сайте Седьмого канала. И вот такие результаты мы были, фактически это все, что мы сегодня успеем в этой программе еще показать. Итак, большей вовлеченности в проблемы простых людей, 41%, это почти, ну, не почти, но все-таки больше всех проголосовали за это. Следующий по ответам, появление полноценной программы развития региона, кстати, каждый третий ждет. И четверть, ответившие на этот вопрос, считают, что решение назревших бюджетных вопросов. Вы бы что добавили в этот список? Ну, я, конечно, видение порядка. Значит, пока у нас полная, разбалансирована вся ситуация, и политическая, и управленческая, да, надо выгнать из правительства людей, которые занимаются бизнесом, которые, там, смотрят за чьим-то бизнесом, там, и так далее, да, дармоедов, имитаторов. В общем, есть чем заняться, есть чем заняться новому губернатору, а нашим, Сергей Сергеевич. Он оставит, значит, вот этот вот состав, понятно, он не может, потому что я по поводу его... Сергей Сергеевич, видимо, не оставит, потому что времени у нас уже не осталось. Спасибо большое, Сергей Сергеевич, спасибо большое. Потому что эта команда и довела. Мы сегодня в эфире обсуждали главное событие этой недели, приход нового исполняющего обязанности красноярского губернатора. Спасибо вам большое за внимание, спасибо за телефонные звонки. До следующей недели, до встречи в «Живых мыслях». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова